на ремонте вот такой духовой шкаф фирма bauchnecht с частой проблемой всех духовых шкафов переключатель сбиваются режимы включаются то отключаются включаешь она пропадает причем включаешь она вроде бы работает а потом выключается самостоятельно или переключается на другой режим какие-то еще и пропадает конечно же проблема скорее всего вот здесь потому что при шевелении тут чего-то происходит нет какого-то контакта или подпружинник проблема здесь для этого вынимаем духовой шкаф из ящика откручиваем верхнюю крышку здесь есть винты по периметру снимаем добираемся до этого переключателя и будем смотреть что нужно сделать начинаем так откручиваем здесь по периметру четыре винта и один здесь сзади снимаем крышку и у нас есть доступ к плате переключения тут есть вот плата управления и плата переключения вот здесь есть винты крепления их нужно открутить наверное для того чтобы как-то располовинить и снять нам нужно залезть сюда в середину весь блок тут как-то крепится под стеклом надеюсь что стекло снимать не будем или может быть стекло вот здесь разбирается но сейчас будем определяться ну что ж таки придется переднюю панель снимать вот здесь два винта с обратной стороны тоже два винта и передняя панель снимается но не полностью здесь вот есть две кнопочки которые тоже нужно получается или вытащить или переднюю панель держать вот в таком состоянии или вот тут разъемчики снять с платы сейчас посмотрю где но где они фиксируются чтобы безопасно снять и не отломать с помощью ну-ка попробуем увеличить посмотреть кто-то их держит разбираться как здесь отстегнуть ну и у нас уже появляется доступ доступ сюда к переключателям здесь доступ есть доступ к экрану к переключателям экран можно снять он тут на фиксаторах так ну и будем смотреть что мы можем сделать чтобы все-таки добраться туда в середину все-таки с этой стороны я могу добраться до экрана отсоединить его допустим но не могу наверно добраться но сейчас будем смотреть и так как снять этот разъемчик здесь вот эти вот крайние именно самый край отодвигаем усики вот этот усик крайний и вот этот усик чуть чуть отодвигаем и тогда вылазит вот так чуть-чуть отодвигаем и он вылазит здесь тоже чуть-чуть отодвигаем и в таком случае разъемчик вылазит и что я еще сделал этот разъем маркером черным и здесь черным нарисовал чтобы не испутать левый и правый большой разницы нет но все-таки там промаркировано неудобно мне тянуть и отжимать одновременно сейчас подержу просто подержу значит натягиваю вниз натягиваю вниз и отжимаю этот усик с одной стороны он выходит и потом с другой стороны выходит все в таком случае можно эту верхнюю часть убирать ну и дальше скорее всего придется вот эти винты открутить и тогда вся панель уходит ее можно весь этот блок можно туда вынимать и так что делаем дальше разбираем все чтобы добраться до вот этого блока вот эту металлическую планку снимаем для этого нужно снять переключатели обратите внимание что то здесь непростая ситуация есть вот такой фиксатор не надо его снимать он просто вытаскивается плотно 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 вытаскиваем и все он просто зажим без ничего без фиксатор потом откручиваем вот эти винты и снимем железку ну и наверное тоже с внутренней стороны к нему нужно подбираться как-то до этого откручиваем вот тут не откручивается здесь не откручивается на винтиках шестигранничках маленьких добираемся короче разбираем максимум что можем ну а это же я снял потому что здесь открутил а тут разъем просто с платы вынимается и все без проблем вот этот еще винт и вот как то так эта часть должна выняться и у нас вот эта шевеленка где-то там из-за этого плохой контакт тут нужно обратить внимание что здесь вот здесь вот есть пружинка с шариком нужно как-то их аккуратненько вынять чтобы они не выстрелили потом и не потерялись но и сейчас наверное вот откручиваем вот эту и открутим крепеж панели наверно сначала заднюю крышку откручу эти маленькие звездочки вот подобрал звездочку пошел откручивать ну и так доберемся до нужных контактов и будем их ли подтягивать или поджимать контакты возможно контакты немножко ужались и теперь недостаточно отпружинивают чтобы может быть смазать нужно место контакта посмотреть в каком состоянии дорожки ну сами контакты будем сейчас смотреть не могу сказать какая причина выхода из строя куда-то я уже это я откручиваю саму плату снимается но не не резво как-то снимается но вот здесь упирается вверх упирается в я открутил и плата уже готова сняться но мешает панель верхняя ну экран поэтому нужно вот здесь немножко другим шестигранником открутить и откинуть верхнюю панель после того как я открутил вот эти винты все разбираются и вот у меня есть доступ что теперь нужно сделать вот эту верхнюю панель верхнюю крышку она ни на что не влияет просто снимаем она тут на фиксаторах и она надевается сверху каким-то образом как то она связана сейчас нужно придумать как не оторвать шток который значит сам сама крышка не держится вот этот шток привязан к штоку вот самого переключателя и сейчас мы посмотрим как безопасно разъединить вот этот большой шток скорее всего он соединяется с там с малым штоком и скорее всего нужно потянуть но я боюсь что если я потяну тоненький могу отломать шток самого электрического переключателя у него такой более тонкий здесь толстый а тут более тонкий и боюсь что смогу непоправимый вред причинить сейчас буду разбираться да милая наверно ты права нету здесь у этого переключателя штока он просто вынимается шток здесь остается а здесь место под шток то есть не бойтесь вытаскивать она немножко так застряла на одном месте но на самом деле просто вытаскивается но это хуже чем я предполагал получается вот здесь в самом переключателе есть проблема почему хуже потому что не до него ж надо добраться как-то а он пропаян корпусом вот эти четыре контакта и контактами 6 контактов как-то надо одновременно все выпаять потом снять корпус а он отстегнется и смотреть на внутренние контакты без этого никак отдельно это не сделать попробую конечно открыть корпус и не отпаивать контакты тут листы сунуть сюда отверточку чтобы оно вышло а корпус остался попробую маленькой маленькой терточкой или вот что-то такое вот как-то так ну буду буду стараться что-то сделать заряжаю серьезный аппарат может быть сначала сниму припой здесь сейчас буду думать серьезный такой аппарат ну что же я как всегда пошел легким путем не захотел я выпаивать еще и эти контакты отпаял только эти что я сделал чуть-чуть подогнул тут край чтоб он не цеплялся тут в пластике такой выступ но я алюминиевый край здесь чуть подогнул чтоб можно было вынять одну сторону и я выпаивал потихоньку так шаг за шагом чик 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 и выпаял эту часть теперь хочу теперь постараюсь здесь остается сам выключатель ну и теперь так как я немножко его отогнул эта часть тоже выпаяется и останется там пласт массовая штучка и ну так которая контактная группа которая будет туда-сюда вращающаяся группа ну а алюминиевая штучка алюминиевый корпус выпаивается потихоньку расшатыванием лево-право-право-лево и потихонечку идет не быстро но идет поэтому ремонт возможен я думал будет сложнее снять корпус ну вроде бы подается и вот так вот расшатыванием я по сути дела уже снял но немножко конечно за собой тянет вот так собственно вот и здесь вот такая штука скорее всего она значит здесь контактная группа немножко присвечу немножко присвечу контактная группа а здесь контакты нужно немножко может быть чуть чуть подогнуть контакты и почистить контактную группу она тут как-то есть тут грязный грязный но смазка какая-то есть поставлю сюда свеженькую смазочку и чуть-чуть подогну контакты они немножко уже просели а я их чуть-чуть немного потому что если сильно будут сильно прижимать и будут сильно тереться сильно не надо но все равно немножко отогнуть ставим на место и будет работать и вот здесь нужно смазать какой-то смазкой типа какой вазелин что-то типа этого хотя здесь температура сильно не присутствует у меня есть смазка специальная смазка для сальников стиральных машинок она во-первых белая а во-вторых есть такое еще и у нее свойство она не меняет свойства температуры специально там же в стиральной машинке повышается температура до 90 градусов и вот она не не становится текучая при 90 градусах я как раз немножко ее тут смажу и она не будет и вытекать ну и будет смазывать у меня такая есть ну можно что-то другое придумать ну вот у меня есть такая смазка она продается в там где продаются сальники для стиральных машинок в интернет-магазинах запчастей для бытовой техники там можно купить и смазку для сальников стиральных машинок ну у меня такая есть не знаю ну в вашем случае я бы взял вазелин мне нравится смазываю смазываю чуть-чуть подгибаю что значит подгибаю смотрите просто чуть-чуть вот так вот чуть-чуть подогну и все оно в лучшее положение станет немного выше чем было все мне больше ничего не надо без фанатизма без фанатизма должно быть нормально ну вот как-то так мне кажется должно быть видно немного поднял собственно все сейчас я еще постараюсь тут тернуть чем-нибудь вдруг плохой контакт какая-то черная смазка что-то она черная не знаю сейчас немножко вот так вот как бы сниму какой-то нагарчик именно с верхушек остальное не участвует в работе только вот верхушка собственно это все что я хотел сделать в обратной последовательности собираю и ставлю на место больше я в принципе не планирую ничего делать мне кажется этого будет вполне вполне достаточно все остальное вот эти вот все зазоры это все не играет никакой роли по вытаскиваю тут пауков и вот эти вот зазоры это всего лишь зазоры вот в этой коробке они роль не играют даже если они тут шевелятся контакты они подпружиненные должны выбирать и в общем то раньше они выбирали а сейчас уже перестали но это не это не беда собственно вот весь ремонт повторяйте дальше я просто сюда куча собираю и ставлю на место и будет работать покажу что уверен что будет работать и так я предварительно подключил еще не поставил корпус и крышки все для того чтобы проверить все нормально работает тут у меня был стоп и не работал пока не нажал кнопку поэтому нужно сначала было подключить разъемы нажать вот эту кнопочку чтобы стоп ушел и теперь что мы делаем включаем тут свет пока загорелся значит режим шевелим все нормально второй режим шевелим ничего не уходит третий режим ничего не уходит вот этот пожалуйста ничего не уходит туда-сюда 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 все работает и выключается собственно вот и весь ремонт дальше просто закручиваю винтик и ставлю на место все работает вот например так включается и не и не выключается это основная проблема сейчас включился заработал вентилятор и ничего не выберу на самом деле это частая проблема как видим просто контакты в сервисном сервере вам предложат поменять вот этот блок будет стоить хороших денег на самом деле самостоятельно вы можете просто трудность в том чтобы туда добраться и поджать контакт все подписывайтесь на канал простое решение сложных проблем подписывайтесь ставьте лайки если вы делаете это как-то по-другому опишите свой опыт возможно он кому-то тоже пригодится на канале оставляйте комментарии они будут полезны и другим участникам другим подписчикам а нас уже 15000 поэтому подписывайтесь 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 на канал субтитры